Вархаммер 40 тысяч Гриб Комбат Рейсен предложат два мультиплеерных режима с поддержкой до 16 человек, командная гонка и сопровождение, 7 классов техники от мотоциклов до танков, отдельный режим кастомизации и текстовый перевод на русский. Не сбавляя оборотов, можно будет взлететь в небо в Сигни All Guns Blazing. Killworks и Konami обещают прорыв среди кинематографических шутэмапов, насыщенный геймплей с эффектом погружения и эпические битвы с боссами. Также во вторник в 8 вечера по Москве в Diablo 4 начнется сезон Инфернальных Орд. Добавят режим с бесконечными волнами демонов, новый тип подземелий, адские проломы, свежие задания, предметы, которые останутся в игре после завершения пятого сезона и боевой пропуск на 90 уровней. В тот же день Helldivers 2 получит крупнейшее обновление с новыми врагами, миссиями, целями и уровнем сложности мега-ад. А тактический шутер Delta Force Hawk Ops доберется до открытой альфы, которая позволит оценить два главных мультиплеерных режима, больше 40 видов оружия и систему его настройки. 8 августа выйдет и Souls-like Deathbound от бразильской Trial Forge. События происходят в средневековом мире, построенном на руинах технологического прошлого. Игроки окажутся в центре масштабного конфликта науки и религии. Скорее всего, победит религия, ведь наука отрицает существование душ. Впрочем, разработчики вдохновлялись не только серией From Software. Механика поглощения павших воинов повзаимствована из Mortal Shell. Тогда же студия The Gentle Bros выпустит новую часть Cat Quest. В третьей игре пользователи отправятся искать мифическое сокровище на пиратском архипелаге. Ожидается море нового Ко-Тента и возможностей. Огромный мир, собственный корабль, обновленная боевая система, локальный кооператив и еще больше милоты. Пиратские приключения можно будет продолжить и в сиквеле стимпанковой пошаговой тактики Steam World Heist. Вместе с командой капитана Ливея предстоит путешествовать, сражаться, грабить вражеские базы и пытаться разгадать тайну водного кризиса, из-за которого ржавеют паровые роботы. В отличие от первой части, в новой мир сделали вручную, без процедурной генерации. В боях снаряды, как и прежде, рикошетят, так что важно рассчитывать каждый выстрел. Игра рассчитана на 35 часов. Для любителей мрачного стимпанка, а заодно и дизельпанка, в пятницу выпустят Rattenrike — стратегию в реальном времени про войну крыс, мышей, тараканов и ящериц. В такой форме авторы представили образы Первой мировой. Заявленная сюжетная кампания, три непохожих континента, кастомизация юнитов и техники, полная разрушаемость и масштабные сражения в духе Company of Heroes, а также текстовый перевод на русский. Еще более мрачным 9 августа сделает постсоветский шутер «Владик Брутал», над которым Владислав Мещеряков, он же Narco Games, работал 4 года. Игроков забросят в вымышленную тоталитарную страну Восточной Европы, где после загадочного испытания в лаборатории появились мутанты и одержимые солдаты. Придется сражаться, решать головоломки и искать секреты. Разумеется, все это делается брутально. Новинку заочно сравнивают со «Сталкер» и «Метро», но создатель отмечает, что вдохновлялся «Брутал Дум» Half-Life и «Фир». Цена со стартовой скидкой — 414 рублей. Среди недавних инди с отличными оценками выделим абсурдную комедию «Thank goodness you're here», про помогающего жителям английского городка Камивояжора, который передвигается по миру слегка британцовывая. Сюжетную ролевую головоломку «Аррэйнджер» с красочной картинкой, которой приложил руку художник Брейд, и яркий ретро-платформер «Fallen Leaf» в духе «Мегамена» и другой восьмибитной классики, которого хватит на 10 с лишним часов. На этом все. До встречи в следующем выпуске GamesBlender, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok